Всем панкейк, дорогие зрители! Думали ли вы над тем, как бесконечно Вселенная и есть ли жизнь на других планетах? И если она существует, то насколько опасной может быть для нашей цивилизации? Поговорим об этом в сегодняшнем выпуске. Энрико Ферми – один из самых выдающихся итальянских физиков, получивший признание благодаря созданию итальянской школы теоретической физики. Начиная с юного возраста, Энрико выделялся своей любовью к физике, поэтому выбор профессии в институте не занял много времени. В конкурсном отборе занял первое место – поступил. Но загвоздка оказалась в том, что преподаватели мало чему могли научить столь образованного юнца. Он был самоучкой с феноменальной памятью, что позволило ему досконально изучить по книгам не только физику, но и иностранные языки. Жизнь заставила Ферми эмигрировать из Италии в Америку в уже более взрослом возрасте после долгих лет преподавания во многих итальянских вузах в роли профессора. Ученики обожали своего преподавателя и считали, что это не просто лекции, это исповедь. Сам же Ферми считал, что нужно прививать любовь к физике, учить ее духу и силе. В Чикаго начинаются самые великие его работы – квантовая статистика, теория бета-распада, искусственная радиоактивность. Самое большое его открытие – это создание ядерного реактора. Именно Энрико Ферми открыл двери атомного века. Был награжден Нобелевской премией за открытие, вызываемой медленными нейтронами ядерной реакции. Последние годы его жизни были также насыщены наукой. Он посвятил себя трудам о происхождении космических лучей высокой энергии. Спустя несколько лет Ферми открывает первый адронный резонанс, что становится последним его открытием в физике. За его многосторонние заслуги, чтобы увековечить память об ученом, в честь него назван сотый элемент таблицы Менделеева – фермий, который соответствует ученому из-за своей радиоактивности. Как же возник столь чудный парадокс? Начнем с того, что сам Ферми его не создал, он всего лишь задал вопрос – если инопланетяне существуют, где же они? Вы не задумывались над тем, где все? Отсюда и начинаются дискуссии, породившие данный парадокс. Русский ученый Циолковский в своих философских заметках писал так «В известной Вселенной можно насчитать миллион миллиардов Солнц. Стало быть, мы имеем столько же планет, сходных с Землей. Невероятно отрицать на них жизнь. Если она зародилась на Земле, то почему же не появится при тех же условиях на сходных с Землей планетах? Их может быть меньше числа Солнц, но все же они должны быть. Можно отрицать жизнь на 50, 70, 90 процентах всех этих планет, но на всех это совершенно невозможно. Ученые пытались найти ответ на этот вопрос – разгадать или опровергнуть парадокс. Такие исследования создали массу различных теорий и гипотез. Одной из таких является и уравнение Дрейка в качестве поддержки парадокса, которая утверждает, что при совокупности различных факторов цивилизация, достигая технологического прогресса, неминуемо самоуничтожается, например, из-за создания оружия массового поражения. И у нас, как и у других цивилизаций, не остается времени, чтобы установить контакт. И правда, если инопланетяне существуют, то где они все и почему к нам до сих пор не прилетели? Со слов друга Ферми он сам объяснял, это следующим образом. Либо межзвездные перелеты невозможны, либо они не стоят затраченных усилий, либо технологически развитые цивилизации долго не живут. Другие ученые и изобретатели были более скептично настроены, например, Майкл Харт, который писал следующее «Человечество является первым разумным видом внутри этой галактики, и что следовательно могло бы быть, не было никаких посещений этой солнечной системы другими цивилизациями». В поддержку этой мысли Робин Хэнсон создал так называемый «Великий фильтр», который состоит из списка эволюционных фактов, которые должны воедино сложиться, чтобы возникла инопланетная цивилизация. Так как мы не наблюдаем таких колоний, следует из этого, что в какой-то точке эволюции существует непреодолимая преграда, которая и мешает развитию похожих на нас форм жизни. В чем же проблема межзвездных перелетов? Джеффри Лэндис выдвинул гипотезу о том, что прямой межзвездный перелет ограничен своей дальностью, да и количество пригодных для колонизации звездных систем очень мало. Также существует риск, что колонии могут развиваться как для целей колонизации, так и не в колонизирующие. Последние остановят межзвездную экспансию. Помимо этих проблем существуют проблемы технического характера, например, время. Полеты могут занимать десятки тысяч лет, что превышает количество лет человеческой жизни. Если использовать космические корабли, то потоки пыли и газа могут разрушать защитные экраны, да и сказать наверняка, долетит ли он из-за ограниченного количества энергии, невероятно сложно. Уважаемые зрители канала Панкейк, если вам нравятся такие познавательные и содержательные видео, поддержите нас своим лайком и подпиской за старания создателей контента. Желаем приятного просмотра! А что мы сделали для того, чтобы связаться с инопланетным разумом? В 70-х годах был открыт проект Voyager, что представляет собой космические зонды Voyager 1 и Voyager 2 с целью исследования Солнечной системы и даже преследовали идею покинуть ее пределы. Эти высокоточные роботы оснащены компьютерами, радиосвязью для передачи информации и многим другим. Благодаря им человечество узнало интересные факты про планеты-гиганты, новые спутники планет и другие вещи. Но в чем же особенность этих летающих аппаратов? К каждому из них прикреплена специальная алюминиевая коробка с позолоченным диском. На нем хранится информация про нашу планету с очень подробными описаниями про человеческую цивилизацию, строение молекул ДНК, звуки нашей природы и карта. Помимо этого, целая галерея снимков, классическая музыка и даже 55 приветствий на разных языках мира. Но зачем? Этот носитель информации был помещен туда из соображений того, что, возможно, другая цивилизация перехватит Voyager и, найдя диск, сможет по координатам узнать, где мы, что мы и наведаться в гости. Также там есть запись Джимми Картера, бывшего президента США, со следующими словами. Этот аппарат создан в США, стране с населением 240 миллионов человек среди 4-х миллиардного населения Земли. Человечество все еще разделено на отдельные нации и государства, но страны быстро идут к единой земной цивилизации. Это подарок от маленького далекого мира. Наши звуки, наша наука, наши изображения, наша музыка, наши мысли и чувства. Мы пытаемся выжить в наше время, чтобы жить и в вашем. Мы надеемся, настанет день, когда будут решены проблемы, перед которыми мы стоим сегодня, и мы присоединимся к галактической цивилизации. Эти записи представляют наши надежды, нашу решимость и нашу добрую волю в этой вселенной, огромной и внушающей благоговение. Стоило ли отправлять Voyager? Для того, чтобы выполнить свою основную цель, выйти за пределы системы, по расчетам НАСА, нужно еще около 30 тысяч лет, инопланетный разум так до сих пор на пути зондов и не встретился. Но это стоило всех усилий хотя бы для изучения космического пространства, ради новых знаний о планетах в нашей системе и информации про гелиосферную ударную волну. Про неопознанные летающие объекты ходят мифы, легенды, и все покрыто мглой тайны. Но какие доказательства существуют? Неужели это правда, инопланетяне посещают нашу планету? Давайте разбираться. Популярность темы зашкаливает, ведь о наблюдении НЛО в небе сообщают не только обычные люди, но и военные, моряки и даже летчики. Чаще всего объект описывают в виде тарелки, которая либо очень маневренная, либо наоборот повисла в воздухе и излучает невероятно яркий свет. Спецслужбы всерьез заинтересовались этим феноменом и начали изучение, ведь такие летающие объекты в небе могут быть угрозой национальной безопасности. В 1951 году в США начались секретные исследования НЛО и поступающих фактов про него. Проект назывался «Синяя книга» и был засекречен до 1970 года. Военно-воздушные силы отчитались об исследовании таким образом. Ни один из неопознанных летающих объектов, сообщения о которых получались, исследовались и оценивались военно-воздушными силами, никогда не показывал признаков угрозы национальной безопасности. Нет никаких доказательств, представленных или обнаруженных в ВВС, что якобы наблюдавшиеся объекты, классифицированные как неопознанные, основаны на технологических разработках и принципах, находящихся за пределами современных научных знаний. Нет никаких доказательств того, что якобы наблюдавшиеся объекты категории «неизвестные» являются внеземными транспортными средствами. Таким образом было опровергнуто вторжение и опасность внеземной цивилизации по отсутствию доказательств их существования. Ни крушений, ни попыток выйти на связь с Землей от так называемых НЛО не поступало. Чаще всего это были либо секретные самолеты-разведчики, которых создавали в США, либо это оказывалась шаровая молния. Никаких инопланетян и магии, только человеческие разработки и чудеса природы. Что же готовит для нас космонавтика будущего? На самом деле массу интересных вещей. Еще не так давно мы не могли себе представить, что долетим до Луны, а уже сегодня планируется колонизация Марса при помощи роботов и создание отдельной накопительной системы энергии. Будет развиваться космический туризм на самом Марсе благодаря идее вакуумных поездов через тоннель. Такой идеей вдохновился Илон Маск, назвав проект поезда Hyperloop, которые смогут развивать свою скорость до 621 мили в час и перемещаться по специально построенным тоннелям с вакуумом. В ближайшем будущем также будет производиться строительство космического лифта. Сначала он будет использоваться для грузовых целей, а после и для межпланетных путешествий людей. Это уходящая в космос конструкция троса из материала в 100 раз прочнее стали, где кабина поднимается за счет скорости вращения планеты, на которой установлена карбитальная станция. Это сократит траты на ракеты и значительно сократит временные промежутки таких полетов. Исходя из всей информации, легко можно перейти к выводу, что парадокс ферми не существует и существовать не может, так как мы не обладаем достаточной информацией, чтобы знать наверняка о межзвездных перелетах, да и в ближайшие несколько сотен, а может быть и тысяч лет не узнаем. Любимые зрители нашего канала, не забывайте про подписку и лайк на видео, чтобы как можно чаще видеть нас в рекомендациях. Пишите в комментариях, что думаете про бесконечный космос и другие цивилизации. С вами был Панкейк. До следующего познавательного выпуска!